В шестой исправительной колонии осужденные живут, полагаясь на свои ресурсы. Здесь есть все, кроме свободы. Приговоренные к наказанию сами пекут хлеб, готовят еду, шьют одежду. На территории исправительного учреждения есть храм и дворец культуры. Осужденные также могут заняться швейным делом, работать в цехе по засолке и консервации овощей. А могут освоить строительную профессию и делать керамзитобетонные блоки. На сегодня в колонии находятся более 700 лиц, осужденных повторно. Сидят за различные преступления, от грабежа до убийств. В шестой исправительной колонии на производствах трудится более половины осужденных. Вопрос трудоустройства один из ключевых. Это позволяет заключенным не только зарабатывать деньги на свои нужды, но и выполнять исковые обязательства. Кроме того, в колонии осужденные получают профессии, востребованные на рынке труда. Так в училище они осваивают специальности сварщика, электрика, автослесаря. У нас есть профессионально-техническое училище. Мы каждый год готовим специалистов. Практически у нас ни один осужденный не освобождается без специальности. Причем не просто на словах специальности, а диплом всероссийского образца, умениями. Между прочим, у нас очень большой спрос на наших выпускников ПТУ. Оценить условия содержания заключенных в колонии приехал уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова. В столовой и пекарне омбудсмен продегустировала свежеиспеченный хлеб и стандартный обед для отбывающих наказания. Сегодня в меню гороховый суп, каша и помидоры собственного соления. После осмотра всех помещений Ольга Гольцова совместно с сотрудниками прокуратуры и руководством ФСИН провела прием осужденных по личным вопросам. Обращаются с вопросами помочь по условно-досрочному освобождению. Это главные вопросы, с чем обращаются наши осужденные. Всем хочется поскорее домой, поскорее встретиться со своими родными. И большинство людей, с которыми мы встречались сегодня, они не прервали связь со своими семьями. Их ждут дома, у них есть дети. Уже в этом году на территории шестой колонии появится еще один цех для производства бытовой химии. Сюда трудоустроят 100 осужденных. В месяц планируют изготавливать 800 тонн моющих средств для торговли в Самарской области. Мэрил Чан, Василий Колдашов. События. Спасибо. Спасибо. Спасибо.